Очень маленький процент этих людей реально занимается личным брендом. Насколько человек готов погружаться. То есть фактически вот ее команда создает эту историю. И вот лидеры рынков приходят именно за этим. Бывает такое, что клиент уезжает, у него там список рекомендаций на полгода вперед. Многие думают, что курс это решение. Это нечестно. Что нечестно? Я стою полутора миллиона и что? Естественно, я стала за 7 лет более взрослой. Да, причем степень каши может быть разная. Неси покорн, это самый интересный сезон на земле. Меня зовут Мария Азаренок. Я являюсь ментором личного бренда. Лидером этого рынка по количеству успешных кейсов. Работаю абсолютно с любыми нишами. Я ютуб-блогер, автор книг, бестселлеров. И да, сегодня на этом канале, на моем канале у меня будут брать интервью. И я расскажу вам за кулисье работы в этой профессии. Мы сегодня в супернеобычных ролях. Кто бы мог подумать, но вопросы буду задавать я. Это прекрасно. Наконец-то. Да. Маш, ты на рынке личного бренда уже больше 7 лет. Вот скажи мне, с 2015-го что изменилось? Как меняется рынок и к чему мы пришли сейчас? Привет, меня зовут Кристина Мединская. А вы все еще по-прежнему на ютуб-канале Мария Азаренок. И сегодня у нас будет интервью с Марией Азаренок. Вы узнаете о том, что такое профессия ментор личного бренда, кому она подходит, кому точно стоит идти и много всего интересного. Поэтому смотрите эти ролики до конца. Там будет много подарков, много информации. И обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось и что вы будете использовать в своей практике. Каждый год актуальность темы становится гораздо больше. И в связи с этим количество людей, которые ставят в описании своей шапки профиля эксперт по личному бренду, тоже становится больше. При том, что если смотреть объективно, очень маленький процент этих людей реально занимается личным брендом. Остальные занимаются чем-то плюс-минус рядом, но при этом не дают системного результата именно в личном брендинге. Это с одной стороны, а с другой стороны за это время очень сильно изменился мир. То есть он один раз поменялся, мы такие, о, мир поменялся, мир стал турбулентным. Пандемия, все дела. Да, то есть когда была пандемия, мы такие, ну вообще, что может еще случиться? И потом происходят другие новости, которые произошли в 2024 году. И мы такие, смысли? Знаешь, как в анекдоте, да? То, что на нас смотрят инопланетяне, и один из них говорит другому, говорит, неси покорно, это самый интересный сезон на Земле. То есть как бы интенсивность изменения мира, она настолько потрясает, и в связи с этим возрастает роль личности. Потому что стандартные инструменты начинают сыпаться. Да, например, сейчас в российской реальности не работает таргет, и поэтому выходят на первый план другие инструменты. И в частности, ответ на вопрос, кто я как человек-бренд. Вот смотри, мы все больше говорим о запрещенной сети, соцсети, когда имеем под видом словосочетания личный бренд. То есть мы говорим личный бренд, и это как бы связываем исключительно с Инстаграм. Насколько это правильно, насколько это верно? А кто мы? Ну, обычно, потребители. Вот когда говорят, там, курс по личному бренду. Часто равно курс по прокачке Инстаграма, 100%. Знаешь, я вот как человек, который провела в свое время более 25 потоков в рамках именно обучения по личному бренду, я четко вижу разницу, да, мы качаем Инстаграм, или мы реально активируем личный бренд. Это совершенно разный контент внутри. И да, это одно из заблуждений, один из мифов, что личный бренд равно Инстаграм. Потому что сейчас у многих людей нет Инстаграма, в том числе по идеологическим соображениям. То есть есть люди, которые сознательно после новостей приняли решение не заходить в Инстаграм, да. Кто-то работает на международных рынках, они продолжают работать с Инстаграмом, а кто-то говорит, нет, для меня этой площадки больше не существует. И что теперь, нет личного бренда? То есть вот даже на этой новости мы можем посмотреть, что личный бренд никогда не был равно Инстаграм. Да, это классная площадка, которая позволяет очень упрощать коммуникацию, процессы, делать продажи. Инстаграм развивался, внедрял новые фишки, позволял нам вовлекать людей, влюблять их в себя, реализовывать какие-то ролевые модели. Но это лишь точка контакта мира с вами. А личный бренд – это гораздо более масштабная история. У личного бренда может быть 10 точек контакта, и Инстаграм далеко не на первом месте. Личный бренд Мария Заренок. Какой он? Что там есть? Какие точки контакта у тебя сейчас самые актуальные? Когда ты задала вопрос, что там такое, я думаю, ой, сейчас расскажу про свои ценности, про свою миссию. Но нет, будем про точки контакта. Итак, для меня самой, вот для моей бизнес-модели сейчас, когда я, мягко говоря, не дешевый эксперт, я сейчас не делаю дешевых продуктов, я работаю как ментор личного бренда, я пишу стратегии для первых лиц бизнеса, для меня прокачка массового присутствия где-то, она абсолютно не нужна. И некоторые скажут, ну подождите, мы же сейчас смотрим этот ролик на ютубе, а ютуб это, для меня ютуб это, ну, одна из. Одна из точек контакта, ну, я буду, знаете, этот волшебный человек сейчас, который меня интервьюирует, на самом деле это продюсер канала, то есть фактически вот ее команда создает эту историю. И я вам честно скажу, для меня ютуб это большая радость, понимаешь? То есть вот эта точка контакта, это не история, что вот раньше, да, я ставила KPI, какие-то были там прикрыты. Это, кстати, один из экспертов, который не дает жестких KPI, то есть то, как мы работаем, это всегда история потоковая, это всегда история, чтобы главное, чтобы всем нравилось. Почему так? Что за отношения? Обычно так, у нас должно быть такое количество просмотров и не меньше. Будьте любезны, вот такой план в конце месяца выполнить. Особенно сейчас это же нереально. Как ты к этому? Это между нереально выполнить план просмотра. Сейчас, конечно, да, и я вам тоже открою секрет. Мы в закулисье обсуждали вариант, что, может быть, мы не будем больше снимать, потому что невозможно делать таргет, невозможно делать предсказуемое количество просмотров. Поэтому, если вам нравится этот канал, и вы смотрите эти ролики, они полезны для вас, делитесь ими, отправляйте директивно людям, делайте сторис, если вы пользуетесь инстаграм, ставьте свои телеграм-каналы, мы будем очень благодарны, потому что просмотры, комментарии, лайки, они дают нам возможность продолжать, дают возможность мне убедить ее, что нам надо продолжать. Потому что, на самом деле, мой критерий очень простой. Польза. И я знаю, что каждый герой, который сюда приходит, он для кого-то очень важен. А если это кого-то, пусть это будет 100 человек, но для них это будет то самое зерно, которое упадет в почву и взрастет, да, я готова. Понимаешь? Потому что будет польза. А второе – это удовольствие. Я могу смело сказать, что мне кайфово с ней работать, потому что она больше все равно никого не берет. Это нечестно. Что нечестно? Ну, что я никого не беру, а ты говоришь сейчас обо мне. Ладно, не важно. На самом деле, я реально получаю удовольствие. Если не ехала на эту съемку, я даже записала в чат и выложила в сторис, что я еду и радуюсь тому процессу, тому творчеству, которое будет быть. Поэтому для меня критерий – создавать что-то от сердца. Создавать не ради того, чтобы был какой-то результат, а результатом является польза, результатом является удовольствие в процессе. И по статистике – это очень важный пункт тоже, который дополняет картину, чтобы было понятно, что все-таки это предпринимательский инструмент. Когда мы делаем глубинное интервью КАЗ-ДЕФ существующих клиентов, которые покупают продукты за 500 тысяч плюс, оказывается, что все они так или иначе смотрели YouTube. И отдельная благодарность шоппинг-сервису Style Concierge, который подобрал мне этот великолепный образ сегодня, это ваша возможность не ходить по магазинам, а иметь стилиста в специальном шоу-руме, который подберет вам полностью готовые образы под все ваши задачи. Ссылка на этот сервис под этим роликом. И вот возвращаясь к точкам контакта, которые у меня работают, с учетом того, что я работаю в высоком чеке, с первыми лицами бизнеса, вот я лично, как ментор личного бренда, для меня в первую очередь имеют значение точки контакта, где есть контакт с аудиторией. То есть для меня инструмент – это спикерство в небольшой группе с исключительно целевой аудиторией. Это первое. Второе – это нетворкинг. И третье – это сарафанное радио. То есть у меня очень круто работает сарафан. Я очень эффективно и люблю заниматься нетворкингом, не серии визитками обменяться, а реально увидеть, услышать другого человека и законтачить с ним, и сделать фоллоуап. И спикерство как инструмент – я обожаю выступать. Для меня это тоже большое удовольствие. И с каждого выступления люди приходят либо к менторам, либо ко мне, и для меня этот инструмент работает. Поэтому даже приезжая в новую страну, я в первую очередь задаю себе вопрос, где я буду выступать, куда я пойду на нетворкинг, и какие будут мои первые кейсы на этом рынке, чтобы от них пошли ко мне люди уже по сарафану. А инстаграм, он является по сути местом дальнейшего прогрева, коммуникации, доверия с теми людьми, которые приходят оттуда. Ютуб является по сути, для меня это концепция про отдавание в том числе. Потому что сейчас количество затрат несоизмеримо вот четким, знаешь, как зашел в базу. Не окупается. Да, то есть если раньше с ютуба можно было по воронке просчитать, сколько миллионов в месяц идет продаж, миллионов, то сейчас, конечно, эта ситуация не такая. Но опять же, раньше это был таргет, это были массовые ролики, это было много сотен тысяч просмотров, заход в воронку, продажа курсов, лид-магнитов, треплайеров, другая бизнес-модель. Сейчас ты стала более узкой, нишевой такой, ну, на мой взгляд, более взрослой, что ли, над всем этим. Но это, это мое личное ощущение, потому что я... Сейчас по поводу взрослых, я вообще спошути. Естественно, я стала за 7 лет более взрослой. Это не про возраст, это про качество и уровень контента. То, что было раньше, оно было прикольным, но экспертность, когда я, как говорящая голова, она сильно переоценена на YouTube, ее слишком много. И гораздо интереснее раскрываться, на мой взгляд, как раз-таки, либо как интервьюер, либо как спикер. Но я хочу сейчас прямо обратить внимание на то, что Маша сказала, что она делает в каждой новой стране. Если у вас нет такой модели, переслушайте и воспользуйтесь этой моделью, потому что очень крутые правила. Ну, мы, в принципе, я думаю, что в какой-то момент, учитывая мои результаты, да, в международном формате, можно будет записывать серии ролики про то, как запускаться без бюджета вообще. И, кстати, личный бренд – это один из инструментов, на который могу опереться. Потому что, когда я приезжаю, я не знаю никого, но кто-то меня уже знает. И опираясь на этих кто-то и правильно с ними взаимодействуя, можно очень сильно увеличивать количество этих людей без затрат на рекламу, то есть без бюджета вообще. Это личный бренд. То, на чем сейчас все погорели с Инстаграмом, как бы нету таргета, негде делать рекламу, получается, кроме как блогеров, а блогеры непредсказуемы, ты в этой ситуации в плюсе, потому что ты и не пользовалась массовым таргетом на свой аккаунт. Нет, я не пользовалась массовым таргетом, я все хотела его запустить и все планировала, и все поддалбливала свою команду, что почему у нас нет вот этой сквозной аналитики, таргет зашло, что все как всегда для меня. Все и так и работает. Вернемся к статусным клиентам. Как ты на них вышла? Этот путь хочет пройти каждый эксперт по личному бренду и получить статусных клиентов. Ну, давай определим, что такое статусный клиент. Тот, который хорошо платит, тот, который имеет большой опыт, масштаб, и он пришел к тебе и доверяет тебе не только свои деньги. Просто обычно под статусными клиентами люди имеют в виду каких-то звезд. Безусловно, звезды у меня тоже бывают, и я думаю, что уже я не рассказывала об этом на выступлении. Например, в прошлом году у меня на личной сессии по стратегии был, например, Радислав Гондопасов. Мне было очень интересно посмотреть на систему изнутри и дать определенные рекомендации, что можно сделать дальше с этой историей. Так вот, возьмем не статусный клиент, а возьмем клиента, который готов работать в высоком чеке, который в принципе будет работать только в высоком чеке, и которому нужна стратегия. То есть здесь же вопрос смены продуктов. То есть одним из инструментов перехода к более интересным глобальным масштабным клиентам и высоким чекам это, собственно говоря, быть достойным того, чтобы работать в высоком чеке. Потому что есть категория клиентов, которые, если они видят, что ты стоишь рубль, они в принципе не смогут к тебе попасть, потому что они в другом поле ищут. И для них низкая цена равно отсутствие результата. Слушай, но цену-то можно поставить любую. Я могу сейчас сказать, я стою полутора миллиона. И что? Да, и как раз таки и следующий формат, как ты приходишь к этой высокой цене. То есть мой приход был абсолютно естественным. То есть есть цена, и когда ты понимаешь, что у тебя нет окон, ты поднимаешь цену. Потом у тебя опять нет окон, ты поднимаешь цену. Нет окон, поднимаешь цену. И в какой-то момент ты перестаешь выступать бесплатно. И потом в какой-то момент ты ставишь очень высокий чек и становишься очень дорогим спикером. Спрос определяет, что ты начинаешь по сути формировать. То есть у меня в этом плане был очень экологичный путь то есть я просто шла за спросом и под этот спрос я просто понимала что я начинаю перерабатывать так фуф что делать на каждом этапе поднятия цены всегда безусловно был какой-то страх и серия вдруг меня не будут покупать но там проходит неделя и у тебя приходят клиенты и они покупают тебе поэтому с какой суммы ты начинала 7000 рублей за сессию сколько это стоит сейчас сейчас вот на данном этапе цена 70000 рублей за час сессия отлично это не пиковая цена потому что в международном формате это стоит дороже даже например дело сейчас запуск в дубай тоже у меня была игра с ценой то есть я сначала пошла вниз для эксперимента потом я сделала условно говоря 10 эмпирически провела 10 сессий поняла что как что чего как построенный рынок поняла что здесь то что я делаю мягко говоря очень актуально увидела результаты отзывы людей естественно говорю так ребята два дня и будет даже что ты делаешь смотри если мы говорим есть два формата даже три форфокуса моего внимания первый фокус моего внимания это основное это передача своих компетенций создание профессии ментора личного бренда да я обучаю людей работать как я когда я работаю лично с людьми там есть два аспекта первый когда я полностью создаю стратегию человеку стратегию личного бренда причем у человека может что-то быть но у него разрозненные элементы у него нечетко ответственный вопрос кто я почему зачем сколько я стою то есть него каша да причем степень каши может быть разная может быть большая каша может быть в принципе плюс-минус структурированная каша но у человека нет соединения с этим и моя задача все это через взаимодействие по определенным этапам привести встроенную понятную линию штука был вектор соединенный с этим вектором и он четко понимал почему у него такая ценность почему у него такое видение почему он вот так может а так не может почему здесь надо выступать а здесь не надо потому что точки контакта контакт следствие стратегии я делаю эту стратегию по сути под ключ а третий аспект моей работы это как раз таки разовые сессии и бывает что ко мне приходят люди у которых миллионные подписчики в которых успешные запуски если это инфобизнес у них очень ясная вкусная проявленная представленность они бренды для всех но есть вопрос точки роста да или вопрос есть какие-то изъяны в концепции тонкие места которые вы как потребителя не видите а человек знает что они есть он понимает что как бы ему вот тут вот но понимает что где-то не демонетизирует где-то не понимает так или так или чувствует что теряет контакт с аудиторией или понимать что перерос аудиторию и вот разовая сессия когда у человека в принципе выстроена у них бывают команды маркетинговые отделы у них там они на миллион закупают трафик закупали с понятными воронками и я там появляюсь по сути как советник то есть я прихожу чтобы объективно со стороны без какой-то жалости без какой-то вот этого ну вот как бы вот у вас ну и конкретно сказать что не так что так на что можно опереться что нужно делать и вот лидеры рынков приходят это именно за этим и кстати очень многие из них приходят под NDA то есть я не могу рассказывать что я была в них кладом потому что со стороны там все понятно и вы просто видите что человек просто чуть-чуть сдвинулся в другую сторону но если посмотреть на рынок известных людей брендов россии имеется ввиду тех которые создали себя сами предприниматели инфо предприниматели эксперты сложно сказать с кем я не взаимодействовал в какой-то момент давай по порядку давай самый удачный кейс который ты можешь назвать на твой взгляд ты знаешь для разных сегментов я бы назвала разные кейсы я горжусь абсолютно всеми я приведу один кейс непростой потому что в этом кейсе изначально задание было такой непростым илья руднев предприниматель из самары много направлений бизнеса и абсолютная разрозненность элементов личного бренда успешный предприниматель который понимает что личный бренд это ресурс но при этом он не понимает каким из бизнесом ему ассоциируется и проще про что он должен быть скажу сразу про результат то есть вот есть написание стратегии есть его команда которая воплощала эту стратегию тут важный момент я не являюсь человеком который реализует то есть я не пишу посты я не привлекаю подрядчиков я не делаю сметы я не прибегаю не делаю монтаж площадки что ты делаешь стратегию я определяю что будет делать человек понимаешь словно говоря план лечения понимаешь вот если в этом плане человеку нужно для пить витамины заниматься спортом по пройти обследование узи дополнительно и поехать в отпуск например я не повезу его в отпуск я не буду ему делать обследование узи я не буду ему кормить ложечки витаминами но у него будет план четкий понятный абсолютно подходящий для решения его задачи и этот план может реализовывать месяц-три с ильей цикл был до финального проекта до финального спецпроекта ну порядка вам трех лет то есть три года у них было настолько много материалов что они могли долго реализовывать те идеи которые были заложены в стратегию чем самый важный момент если этот ролик будет мы будем смотреть в 2029 году угли может быть вообще другое позиционирование он может быть абсолютно другим бизнесом заниматься его личный бренд может перейти еще во что-то потому что личный бренд это история постоянной эволюции да то есть вот когда я с клиентом отрабатываю фиксирую на 2019 год я делаю кейс по итогам но если правильная стратегия она дает возможность человеку дальше двигаться и расти что на сегодняшний момент в процессе работы с ильей стало понятно что этот человек влюблен в свой регион и вышел очень естественный слоган самара сердце предпринимательства он а был готов и сейчас готов и делает он вклад свой регион и все спецпроекты которые придумывались на этапе монетизации они были про то чтобы продвинуть именно свой регион с точки зрения показателей по предпринимательству и вот вишенкой на торте например стала премия дело жизни которая прошла в 2021 году когда небольшие микро мало средние бизнесы которые обычно незаметно то все такие предпринимательные заводы предприниматель инфобизнесмен а салон наникюра а фитнес-центр локальный в регионе в районе и они провели премию с грантами где участвовали горожане которые выбирали любимые для них бизнесы это было большое мероприятие это были гранты это было событие для самары да и вот по сути все его бизнесы благодаря правильной стратегии именно личного бренда объединили теперь в экосистему в которой человек попадая в одну в одно окошко может внутри экосистемы получить все необходимые ему услуги да например человек открыл и это бухгалтерская потом недвижимость коллекторская консалтинг маркетинг ну и тогда это ты предложила это это идея развиваться и протесты стратегии да сколько времени тебе нужно на такую стратегию это же огромная работа ты получать погружаешься смотри мы в среднем сама по себе стратегия идет по там есть десять этапов но основная идея рождается за четыре пять сессий потому что мы прописываем ценности человека его миссию его компетенции распаковка нет это не распаковка про это тоже поговорим это не распаковка так вот цикл вот реализации зависит того насколько человек готов погружаться то есть мой метод работы это не я говорю директивно этой серии так кем бы тебя сделать будь вот таким а вот это добавь нравится вот такой нет моя задача пройти этот путь я помню как с Ильей мы проводили там сессии когда он там ехал в то что бешено занятость ехал там в аэропорт и мы проводили сессию по брендбуку доставали ценности обсуждали это так или так или вот так то есть это диалог для того чтобы диалог состоялся ему нужна определенная теоретическая база поэтому меня все клиенты вне зависимости от статуса смотрят определенные уроки где они понимают из чего состоит их личный бренд то есть есть теория они смотрят они делают черновик и я уже шлифую их мысли понимаешь их идеи провоцирую их понимаю что может быть больше а может быть меньше адекватная точка мастерства или нет вишенкой на торте результатов работы с ульей который уже это было реализовано уже без меня но это является следствием правильного личного бренда всегда он сегодня является президентом клуба эквим многие знают клуб эквим он президент этого клуба а чтобы стать президентом это голосование это выборы влияет ли публичная активность социальная активность составляющая миссии на выбор президента бизнес безусловно безусловно а у и с этим абсолютно полный порядок и вот сейчас когда я вижу его действия я понимаю что вот на этой платформе они с команды уже придумывают новые инфоповоды запускают какие-то боты придумывают какие-то спринты по целеполаганию и это все конгруэнтно для него у него нет вопроса про что я не выезд инструкция вот у этого телефона есть инструкция у часов есть инструкция персональный бренд book со стратегией эта инструкция про человека бренда которую он создает в со творчестве с ментором вот это и есть как раз когда мы делаем стратегию а разовые сессии это как раз история повторюсь про то чтобы посмотреть со стороны увидеть точки роста увидеть слабые места и дать список рекомендаций там бывает такое что клиент уезжает, у него там список рекомендаций на полгода вперед. Вот это, там, здесь, вот так, так. Или мы придумываем, например, спецпроект. У него все есть, но он не понимает, как самым органичным способом продвигаться сейчас. И мы придумываем какой-то спецпроект, который позволяет через его личный бренд и определенной активности двигаться. Давай немножко про продвижение сейчас. И чтобы у нас осталось для следующего ролика, мы поговорим про менторство, про распаковки личности. Если вам интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Но продвижение сейчас. Что ты рекомендуешь своим клиентам? С каким запросом люди чаще всего сейчас приходят? Ко мне люди редко приходят с запросом про продвижение. Зная уже меня, наблюдая за мной, то есть у меня же нет рекламы. Люди приходят и говорят, вот я хочу личный бренд, у меня с ним что-то не так. Или я его хочу, у меня с ним что-то не так. Вроде бы есть, но не работает. Да, вроде бы есть, но непонятно. Вроде бы я знаю, кто я, но не четко. То есть вот такая вот смысловая путаница. Сейчас редко приходят люди, которые говорят, я хочу, чтобы вы меня продвинули. Потому что, видимо, я уже настолько много обо всем здесь об этом говорила, что понятно, что я не про продвижение. Продвинули это вот, пожалуйста, к менеджерам по работе с блогерами или это спикер-менеджер, который упакует. Но часто проблема людей, которые идут за продвижением, в том, что они не упакованы для продвижения. Они упакованы, потому что они не понимают что-то про себя. Поэтому есть много способов органического продвижения, но я тебе сейчас не буду их перечислять, потому что это, во-первых, тема отдельного ролика. И я с моими клиентами делаю на финальной стадии составления дорожной карты. У нас есть мозговой штурм, где мы смотрим на все точки контакта и понимаем, как в этих точках контакта можно продвигаться. Есть клиенты, которых я продвигаю на какие-то площадки. Есть клиенты, которых я внедряю в какие-то партнерские программы. То есть я их знакомлю, куда они могут прийти? Внутрь какой-то программы, как эксперт, и получить огромное количество трафика, потому что там есть продукт, где есть неконкурирующий продукт, где есть целевая аудитория. Интеграция туда, как эксперт, по моей рекомендации, позволяет человеку получить трафик. Понимаешь? Я знаю такие примеры. Да, но это же не системное действие. Мы не можем всем сказать, делайте так. Потому что многие люди, они пока не настолько ценны для каких-то крупных школ, чтобы они пришли и сказали, возьмите меня, да, и их возьмут. Понимаешь? Маш, ну смотри, сессия 70 тысяч, хорошо. Стратегия сколько стоит? Ну давай так, миллион. Миллион стратегий. Это вообще не то, что могут позволить себе все. Но у тебя нету продукта онлайн, как был у тебя, который ты запускала по личному брендингу. Почему? Давай я расскажу тебе про разные модели работы над личным брендом и их эффективность, как раз в следующем ролике. Потому что как раз люди хотят личный бренд, вопрос куда они пойдут. И многие думают, что курсы это решение. Я расскажу, для кого это решение, а для кого нет. Но, отвечая на твой вопрос, а что делать тем, кто на сегодняшний момент не может по ценовому диапазону попасть ко мне от дешевых продуктов у меня нет, ответ очень прост. Приходить к другому ментору личного бренда, к дипломированному специалисту, который обучен мной, у которого есть диплом, у которого есть практика, у которого есть кейсы. И как раз для тех, кто заинтересован в собственном личном бренде и хочет понять вообще, с чего начать и что делать, я как раз хочу подарить набор видео уроков, пак по активации личных брендов. И там конкретно уже можно увидеть какие-то конкретные шаги, которые, конечно же, чтобы сделать все шаги, лучше делать с ментором. Но, в принципе, это уже будет конкретная практическая польза для них. Под этим роликом ссылка. Пользуйтесь. Пишите комментарии, что вам понравилось больше всего и что вы прямо сейчас берете в работу. Ну, а мы встретимся в следующем ролике.